Тревожного ощущения. Мы ведь сейчас все находимся как бы на вершине весов. Тут две чаши, а мы здесь и непонятно, куда оно должно накрениться, потому что накренется сильно сюда, сюда упадешь, сильно туда, туда упадешь. И вот это ощущение шаткого баланса и тревоги, связанного с этим, меня не покинуло. Мама, Вася, погоди, я сейчас, через восемь лет приду. Я приду, помогу тебе, старик, обязательно. Держись, держись, держись. Почему-то этого не было сделано ни восемь лет назад, ни семь, ни шесть, ни пять, ни четыре, ни три и так далее. И у меня вопрос, а может быть и не было ничего? Может быть не было этого геноцида, который раздули? Может быть и не было, потому что иначе, если это было так страшно, как нам сейчас описывают, у меня огромный вопрос к нашей власти. Почему вы восемь лет молчали? Почему вы восемь лет, вы к чему готовились? У вас ракет танков не было? У вас бойцов не было? Или вы чем-то другим занимались? Или вы предполагали, что 24 февраля 22 года начнется, и мир отреагирует, и надо к этому подготовиться? Простой вопрос. Твоего близкого бьют, а ты уходишь на восемь лет, дней, часов. Неважно. Ты поворачиваешься спиной, зная, что его бьют. Это может быть только в том случае, если никого не бьют. Сто тысяч. И, как известно, на каждого погибшего четыре раненых и тяжело раненых. Вот вам полмиллиона. Полмиллиона искалеченных жизней и судеб. Вы это как-то умудряетесь оправдывать благодаря тому, что эта пропагандистская машина работала на полную катушку восемь лет. Восемь лет каждый день тебе вкладывают понемножку, по чуть-чуть, потом побольше, еще побольше, еще побольше. И у тебя нет другого выхода, как верить только в это. Потому что Россия и Первый канал, и Россия, как 24, они, это основное средство общения народа с миром. Это основное средство. Интернет, конечно, вреден с точки зрения власти. Во главе нашего государства изощреннейшие садисты. Просто изощреннейшие садюги. Садюги! Ну, что изощренные? Нет, изощренные, Дима. Так? Я бы сейчас сказал. Сфигачи 31 декабря по Киеву. Это только садюги. Это нужно, чтобы было повернуто. А если ты повернут... Ничего изощренного. Оля, вот мы спорим. Класс, да? Давай. Это вот, когда люди в электричке, и у них руки заняты из-за тесноты, и кто-то кому-то наступил, и начинают...